Превращать кусок дерева в настоящий шедевр. Это на предприятии Васильевский лесокомбинат умеют. Компания работает в Шуйском районе и для глубинки столы и стулья, которые здесь производят, наверное, слишком помпезны. А вот для зданий регионального правительства в самый раз. Мебель в кабинете губернатора, кстати, тоже родом отсюда. Станки из Италии, Германии, Китая выпиливают нужные детали. Шлифовка происходит вручную. Сотрудники давно научились обходиться без занос. Это ножки насталые из бука. Шлифуется ручная работа. На Васильевском лесокомбинате трудится порядка 100 человек. Летом, рассказывает руководство, дела были совсем плохи. Заказов мало, работали в неполный рабочий день. Этот год очень тяжелый. Лето даже работали в неполный рабочий день. Но вот сейчас даже очень подходяще. В смысле, начинаем работать в полную силу. Поддержки попросили у губернатора, в том числе помощи с кредитованием. Во вторник Павел Коньков свой рабочий день провел в Шуйском районе. Они, допустим, в прошлом году отказались участия в одной из выставок. Принесли за дороговизну. Стоит миллион рублей в четыре дня. А у нас есть такая статья. В бюджете мы можем оказать предприятиям помощь на выставку. И вот я уже дал поручение, чтобы этот вопрос рассмотреть. К инвестициям предприятий в данный момент не готово, констатировал губернатор. А значит, и о бюджетных вливаниях пока речи не идет. Впрочем, ситуация может измениться в лучшую сторону. Осень-зима. Для мебельщиков самая хлебная пора. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Шуйский район.